Официальный визит митрополита Минского и Слуцкого патриаршего экзарха всея Беларуси Павла в Брестскую епархию начался со встречи с руководством региона. Глава области Константин Сумар во время открытого диалога выразил уверенность, что этот визит в наш край будет не последним. Председатель облсполкома уверен, совместные инициативы духовной и светской власти на территории Брестского региона будут реализовываться регулярно. Ведь, несмотря на то, что область граничит с католической Польшей, 80% жителей считают себя православными. Константин Сумар неоднократно подчеркивал, в области делается все, чтобы каждый верующий мог чувствовать себя спокойно и имел возможность прийти в храм, чтобы побыть наедине с собой и со своими мыслями. А вера сохраняется за счет особенной преемственности поколений и искренней любви к своему краю. Та история, то отношение к православию, оно передается с поколения в поколение. И, конечно же, та вера в предков, которые жили до нас, которые созидали до нас, которые строили определенную фундамент и закладывали вот нашу дальнейшую жизнь на пути, она как раз и является той преемственностью, которая идет сотнями и сотнями лет. Губернатор региона и глава Белорусской Православной Церкви сошлись во мнении о том, что именно сегодня вера является главным способом морального воспитания общества. Те ценности и жизненные устои, которые сегодня проповедуют православие, полностью совпадают с нормами поведения, которые считают важными белорусы. Около 80%, где-то с 8% люди, когда спрашивают, кто он, то они называют себя православными верующими. Это очень хорошо. То есть основная масса на территории живущего населения Бреста, Брестской области, это, конечно же, именно православные люди. И православная церковь здесь играет очень такую, я считаю, хорошую и значимую роль и в плане воспитания, и в плане какой-то, может быть, наведения определенного дисциплинарного такого парадка. У нас столько дел, у нас столько непочатых дел, которые нам еще надо начинать и продолжать, и делать. Вот, и поэтому, кажется, будем делать. Мы должны всегда помнить, что мы живем в одной стране, или говоря другим языком, мы плывем по жизни в одной лодке. И поэтому, чего мы будем делить? Наша задача – доплыть до этого берега, до Царства Божьего, до Царства Небесного. Поэтому будем созидать. Вечером того же дня глава Белорусской Православной Церкви совершил всеночное бдение в Свято-Симеоновском кафедральном соборе. Приезд в Брестскую епархию главы Белорусской Православной Церкви был событием особенно важным. Люди из разных уголков Брещины спешили на службу, чтобы хотя бы раз в жизни помолиться вместе со своим духовным настоятелем и поблагодарить Бога за все хорошее, что мы и сегодня имеем. В день памяти заступника земли Берестейской святого Афанасия в городе над Богом прошел крестный ход. С самого утра во дворе кафедрального собора было особенно многолюдно. Молодежь, люди постарше, дети. Все они собрались, чтобы вместе помолиться заступнику и покровителю Брестского края, святому преподобномученику Афанасию. Первый раз, да, поэтому для меня это очень важно, очень большое событие, прикоснуться, чтобы благословение получить, чтобы вообще понять все до конца суть всего. Я не первый раз на крестном ходу. Мне кажется, после того, как пройдешь этот этап, казалось бы, там небольшой, в душе люди испытывают какую-то радость духовную. Я, слава Богу, не первый раз уже иду. Это пройти этим крестным ходом, это вообще такое дело большое и для себя, и для твоей семьи, и для всего города, для всех наших людей, жителей города Бреста. Потому что преподобномученику Афанасию Гуменбрест, это покровитель нашего города, он очень пострадал за веру нашу православную, и мы должны очень эту веру хранить, беречь, своим детям, внукам это все передать. Это очень большое дело для города нашего. Вместе с восходом солнца люди отправились в путь. Дорога предстояла неблизкой, однако благодаря искренней молитве каждый метр преодолевался легче. Она душе становилась теплее, несмотря на прохладную сентябрьскую погоду. Каждый год, чтобы принять участие в памятных мероприятиях, в Брест приезжают тысячи православных. Не стал исключением и 2014-й. Крестный ход растянулся на несколько сотен метров. Спустя чуть более часа в Свято-Афанасьевском мужском монастыре состоялась божественная литургия. Вместе с православными за мир и спокойствие на нашей земле в этот день молился и настоятель Белорусской Православной Церкви. ПОЮТ НА ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ В третий день своего визита митрополит Минский и Слуцкий патриарший экзарх всея Беларуси встречался с берестейскими пограничниками, представителями сестричеств, милосердия и молодежных братств. Ждали митрополита Павла и в областном центре медицинской реабилитации для детей с психоневрологическими заболеваниями «Тонус». Владыка ознакомился с условиями работы центра, а также посетил детское представление, которое готовили специально к торжественному случаю. Ребята очень старались, чтобы их спектакль понравился. А я лягушка-объедушка, ротик большой, животик пустой, пусти меня жить, буду тело, сытно и вкусно кормить. После праздничного выступления митрополит Минский и Слуцкий Павел пообщался с детьми и вручил им небольшие подарки. С особым волнением встречи с духовным наставником ждали родители малышей и сотрудники центра, которые не понаслышке знают, что такое настоящие трудности и как научиться с ними жить дальше. Ждем мы от него в большей степени духовной поддержки, напутственных слов каких-то, потому что нашим родителям, нашим сотрудникам это очень нужно. Мы работаем с очень тяжелой хронической патологией, которую за один день не вылечишь, а иногда не вылечишь и вообще. Поэтому здесь духовная составляющая идет наравне с лечебной составляющей, с медицинской, с педагогической составляющей. На подобного рода мероприятиях мы не были, это впервые и нам очень понравилось. Я считаю, что такие встречи нужны, тем более нужны в первую очередь родителям, конечно, родителям особенных детей, потому что нужно понимание, нужна какая-то поддержка со стороны властей и со стороны духовенства. И только по итогам визита, пообщавшись за эти дни с сотнями людей, предстоятель Белорусской Православной Церкви скажет, как искренне он полюбил Беларусь и ее многострадальный народ, который через столетия несет в своей душе огонек любви и искреннюю веру в Бога. Митрополит Павел уверен, что еще не раз посетит наш регион и надеется, что эта встреча будет не последней. Сегодня меня искренне порадовала и вчера, и позавчера Брестская епархия. Вы знаете, очень много делается хорошего, доброго. Самое важное, что сегодня делается, это совершается везде молитва, совершается богослужение, строятся храмы, преображаются души человеческие. Так, проезжая всю страну, хочу сказать, что словами псалмопевца Давида, который говорил от востока солнца до запада, хвально имя Господне. Везде прославляется у нас в Белоруссии имя Господне. Анастасия Ноздрин, Плотницкая, Виктор Халявка, Дмитрий Лазарчук. Специально для итоговой программы. Продолжение следует...